Всем привет! Я Лиза. Сейчас я буду красить свои волосы. Как вы видите, я побрила голову довольно коротко. У меня, наверное, 4 миллиметра примерно волос вот здесь на макушке. Немножечко по бокам поменьше, там 3 или 2 миллиметра. Сейчас я буду красить волосы, точнее обесцвечивать их. Расскажу, как я это делаю. А еще я вам расскажу о преимуществах короткой стрижки. Ну что, приступим. Итак, я смешала вот такую смесь. Здесь 20 грамм обесцвечивающего порошка от Шварцкоп и 40 грамм оксида. 3% оксид у меня. Вот такая смесь получается, как сметанка. Сейчас я начну краситься, буду немножко туда смотреть, у меня там зеркало стоит, чтобы не промахнуться. Очень аккуратненько. Что я вам хочу рассказать. Во-первых, очень мало нужно обесцвечивающего состава на мои 4 миллиметра. Конечно, если у вас стрижка чуть подлиннее, можно взять 30 или 40 грамм обесцвечивающего порошка. И, соответственно, 60 или 80 грамм оксида. Я хотела поведать вам свою историю такой короткой стрижки. Я на самом деле пришла к этому не сразу. Я очень постепенно состригала волосы. Дело в том, что мои волосы очень тонкие. Они темные, кожа головы светлая. Это просто ужасно на самом деле, когда смотришь на себя в зеркало и видишь, как сквозь темные волосы, сжидкие темные волосы, просвечивается кожа головы. Я стала состригать волосы все короче и короче. Я их осветляла долгое время. Потом мне это надоело, тем более осветлять так профессионально, как сейчас я не умела. Я осветляла дурацкими подручными средствами, какими-то красками из Мосмаркета в пакетах. Сейчас я так уже делать не стала бы. Сейчас использую только профессиональные средства. Я считаю, что короткая стрижка, она только помогает раскрыть женственность и увеличить уверенность в себе. Это очень привлекает внимание. Вы немного учитесь меньше обращать внимание на общественное мнение. Потому что, ну, действительно, такого рода стрижка очень много общественного мнения и в позитивном, и в негативном ключе привлекает. Я бы даже сказала, наверное, 50 на 50. Что еще вы учитесь делать с этой стрижкой? Помимо как закаляться, да, и обретать больше уверенность в себе, вы начинаете следить за тем, чтобы ваша шея была вытянута, плечи не были подняты вверх. То есть плечи всегда опущены вниз. Прямая осанка. За длинными волосами можно спрятаться, за короткими вы не спрячетесь. И когда вы ходите вот так, ужасно некрасиво, и если длинные волосы, не спадающие на плечи, скрывают вашу осанку, то с короткой стрижкой вы учитесь держать спину ровнее гораздо, вытягивать шею. Это смотрится гораздо более женственно и красиво. Вы учитесь наносить макияж. Потому что без макияжа, да, хотя бы легкий. Помада какая-то должна присутствовать, потому что иначе очень легко стать похожим на мальчика. Мальчиком никто не хочет быть. Макияж, румяна, помада становится просто, ну, must-have-ом. Обязательной такой вещью перед выходом из дома. И я считаю, что это плюс. Ни в коем случае не минус. Одежда. Выбирайте более женственную одежду. У меня появилось очень много юбок и платьев с тех пор, как я побрила голову. Мне очень это нравится. Я прям довольно сильно сменила гардероб. И он стал более женственным, он стал более нежным даже каким-то. А с другой стороны и дерзким. Потому что какое бы нежное платье вы не наделись такой короткой стрижкой, стрижка дерзкая, она классно балансирует. Образ очень выдающийся получается. То есть вы выделяетесь из толпы даже в обычном наряде. А еще пара плюсов, таких бонусов, как я считаю, для меня это определенно плюсы. Это огромный выбор классных сережек. То есть вы начинаете больше внимания обращать на то, какие сережки вы носите. Очень классно образ могут обыграть большие объемные сережки. Они теперь не скрыты за волосами. Длинные сережки, они удлиняют шею. Еще больше напоминают вам о том, что нужно вытянуть шею, расправить плечи, опустить их вниз. Они классно дополняют образ. То есть я гарантирую, что с такой короткой стрижкой у вас очень много сережек появится. Разнообразных, классных, больших, объемных, круглые сережки великолепно смотрятся. И я, как фанат шапок, шляп, я обожаю головные уборы. Мне очень нравится, как они смотрятся. Но когда у меня были волосы, даже просто короткие волосы, они и так не держали объем. Любая шапка их приминала. Длинные волосы я уж вообще молчу. Как она прилизывала все у корня, это было просто отвратительно. Сейчас у меня такой проблемы нет. С такой стрижкой, как у меня, с такой короткой стрижкой под машинку, можно надевать любые головные уборы, любые шапки, вообще не боясь испортить укладку. Вы не тратите деньги на укладочные средства, вы не тратите деньги на шампуни, бальзамы. То есть я мою голову сейчас довольно редко. Можно сказать, после того, как я постригла, я помыла. Далее нет ощущения, что она жирная, голова не пачкается практически. Я могу делать массаж головы, не боясь, что выделится большое количество сала, голова станет жирной. У меня раньше была эта проблема. Сейчас ее нет. От многих проблем, от такой головной боли, как испорченная укладка, испорченное вместе с ней настроение, вас избавит короткая стрижка. Попробуйте обязательно, это очень классно, это весело, здорово. Я всем рекомендую хотя бы раз побриться, если, конечно, вы этого хотите. Если вы давно хотели, но боялись, действуйте вперед. Окрашивание, обесцвечивание волос тоже как классный способ разнообразить ваш обычный образ. Это тоже все становится очень простым, когда у вас короткие волосы, когда вы не боитесь испортить длину. Короче, вперед. Получилось сумбурное, но короткое видео. Просто я хотела, чтобы оно было для вас вдохновляющим. Я покажу вам, какой результат у меня получился. Я буду держать смесь для обесцвечивания на голове примерно, наверное, минут 40. И пакетик еще положу. Итак, как можете видеть, процесс моего окрашивания завершен. Немножечко есть покраснение небольшое, но это буквально через несколько часов пройдет. Все-таки процедура обесцвечивания достаточно агрессивная. Но вот такой результат у меня получился. Вот такой белоснежный блонд. Очень важно правильно его смывать. Я все ссылки на средства, которыми я пользовалась, оставлю в описании. Но я еще устно это проговорю. Мы смываем сначала обесцвечивающий состав водой. Потом наносим шампунь глубокой очистки. У меня марка Concept. Этой же марки у меня шампунь-стабилизатор цвета. Это второе мытье у нас. И третье мытье, по желанию оно не 100% обязательно. Это сиреневый шампунь для нейтрализации желтизны на блонде. Далее, если все равно желтизна немного осталась, да и вообще лучше завершающий этап, нанести бальзам или маску для волос с капелькой, у меня это лично капелька фиолетовой тоники, для того, чтобы как раз-таки серебристый оттенок получился. Если хочется блонд потеплее немножечко, можно этого не делать. Если есть уже какой-то специальный бальзам, да, можно не смешивать обычный бальзам с тоникой, а нанести специальный бальзам. Главное, он должен быть сиренево-фиолетовых оттенков, потому что именно этот цвет на цветовой палитре нейтрализует желтизну, и вы получите белый цвет. Ну, у меня он с розоватым, но это кожа просвечивается розоватая, чуть-чуть раздраженная. Не бойтесь, если у вас кожа слегка жжется, да, или не сильно слегка жжется и краснеет после обесцвечивания, в принципе, это норма, это быстро такая реакция проходит. Вот и все. Все, стригите волосы, осветляйте их правильно, обязательно используйте мои подсказки по осветлению, заглядывайте в описание к этому ролику, в закрепленный комментарий. Там будут ссылки на все мои соцсети, подписывайтесь на них, а также там будут ссылки на товары, которые необходимы для того, чтобы правильно обесцветить волосы. Так что все, всем спасибо за просмотр, пишите свои комментарии, ставьте лайк. Всем пока!